Расческа и щетки Разных форм, из разных материалов, с разными ручками и так далее И чтобы вы не запутались во всем разнообразии расчесок Я вам хочу сегодня рассказать про то, как правильно выбрать расческу Про то, какие формы бывают и из каких материалов бывают расчески Хорошая расческа должна быть отравматичной, надежной и удобной Но как правильно выбрать расческу, я вам расскажу так Когда покупаете расческу, внимательно рассмотрите зубчики Они должны быть гладкими, ровными и не жесткими Для того, чтобы не травмировать кожу головы А также проверить, чтобы зубчики были хорошо прикреплены к основанию Далее я вам расскажу, какие бывают по форме расчески Из каких они изготовлены, материалов и так далее Итак, мы сразу разделим расчески и щетки Во-первых, расчески Как видите, они вот такие бывают Они также бывают разной формы, из разных материалов О чем я и расскажу дальше Щетки бывают вот такие вот То есть, как видите, это классические, обычные массажные щетки Пластмассовые щетки Я начну с щеток, почему? Потому что я их больше люблю, потому что я их использую в своем ежедневном уходе Я их иногда меняю между собой Ну, о чем я вам расскажу далее Первое, мы возьмем пластмассовые и силиконовые щетки Пластмассовые щетки, они не очень полезны для волос Они электризуют, поэтому у них обязательно должно быть антистатическое покрытие Вообще, эти пластмассовые щетки, они не очень рекомендуются по уходу за волосами Так как, если ими часто очень пользоваться, то они приводят к ломкости и сухости волос Силиконовые щетки, они более полезны для волос Они именно рекомендуются в уходе за волосами Они очень хорошо их расчесывают Они также не требуют какого-то тщательного ухода за ними То есть, они очень легко и очень быстро очищаются И также они содержат антистатическое покрытие То, что не дает волосам электризоваться Следующие, это щетки с натуральной щетиной У меня, как видите, не полностью натуральная щетина У меня смешанная из пластмассы и из натуральной свиной щетины Эта щетка очень хорошо подходит для длинных, для густых волос Но надо учитывать то, что в ней есть и минус Так как за ней трудно ухаживать Ее очень тщательно надо мыть, но для этого есть тоже специальные расчеты Ее надо очень хорошо промывать и мыть ее надо часто Потому что именно вот в таких щетках с натуральной щетиной Скапливается самое больше микробов и грязи и пыли Следующие, это щетки-брашинги Щетки-брашинги бывают различных диаметров И с различными вот такими вот зубчиками Есть с металлическими, есть с карбоновыми Есть с силиконовыми, пластмассовыми и так далее У меня как видите вот такая маленького диаметра круглая щетка Потому что у меня нет, я не укладываю с феном Я использую утюжок, мне неудобно просто-напросто их использовать Но при выборе такой щетки вы должны конечно же смотреть на качество пластмассы Или силикона или щетины, которая у нее есть Потому что под тепловым воздействием оно может расплавиться Поэтому вот щетки используют для создания кудрей и для выпрямления волос А вот такого маленького для выпрямления челки я использую Это щетки из дерева Дерево считается на данный момент самым полезным и самым хорошим материалом для расчесок Для ежедневного использования Во-первых, дерево не электризует волосы Во-вторых, это экологически чистый материал В-третьих, он очень хорошо прочесывает волосы И он придает им мягкость, блеск и сияние Поэтому сейчас рекомендуется для ежедневного использования Вот именно такие деревянные щетки Есть они также из разного дерева У меня на данный момент это вот такая бамбуковая щеточка Также вы должны смотреть на то, чтобы очень были гладкие зубчики Чтобы они не травмировали ваши волосы Именно вот такие зубчики без шариков они используются для того, когда волосы очень сильно путаются И с ними надо быть аккуратнее около самой кожи головы Но они очень хорошо распутывают волосы Также есть с шариками, те они более отравматичные И они очень хорошо делают массаж для кожи головы Что стимулирует рост волос и делает их более послушными Следующая у меня вот такая силиконовая щетка Которая со специальной вот такой щетиной Которая подходит им для волос Она очень хорошо их прочесывает Она их не ломает, не создается никаких заломов и так далее То есть волосы не становятся от нее ломкими Но еще я забыла сказать, что вот в таких вот расческах с щетиной Будь то искусственная или будь то вот такая вот силиконовая или натуральная Их во-первых очень сложно мыть А во-вторых они убирают объем с волос То есть они более подходят для такого вечернего использования Или перед мытьем головы Следующая щетка, которая должна быть у любой девушки Это уже по вашему желанию Вы или выбираете себе расческу Либо вы выбираете Я потому что люблю щетки Я выбрала вот такую вот крошечную для сумочки Расческу Она также с силиконовой щетиной Очень нравится И она очень-очень хорошо За счет своих длинных вот таких вот зубчиков Она очень хорошо прочесывает И это все быстро Последняя щетка, которая есть у меня Это вот такая ионная щетка, которой я делала обзор И которую ссылочку я поставлю вот сюда Я рассказала об этой расческе То, что она мне очень нравится Эта щетка работает за счет своих отрицательных ион Которые нейтрализуют положительные ионы Которые и способствуют тусклости и ломкости волос Я уже использую на протяжении где-то 4 месяцев И хочу сказать, что разница очень большая Между тем, какие волосы были и какие сейчас Волосы, они не так ломаются сильно Они очень хорошо расчесываются Они блестят И также эту щетку нельзя использовать Как вот, например, вот эта вот Именно для корней Потому что она убирает объем И это, конечно, я тоже вот Я ей расчесываю только кончики волос Следующая, я вам покажу расчески, которую у меня есть Во-первых, вот такая вот расческа Расческа, которая подходит для вьющихся также длинных волос Или просто для коротких волос Или для мокрых волос Конечно, мокрые волосы я не советую вам расчесывать И сама я мокрые волосы никогда Только в каких-то экстренных случаях я их расчесываю Но вот именно вот такая вот щетка Она пластмассовая Она поможет вам именно расчесать вьющиеся длинные волосы Следующая, это деревянная расческа Я вам уже рассказала, как полезно делать за волосами Также эту расческу я часто использую для арома расчесывания То есть она не входит в реакцию с какими-то металлами или красками Ее свободно можно использовать для нанесения масок или красок Следующая, это вот такая вот расчесочка Она подходит именно для расчесывания мокрых волос И также для нанесения масок и красок Редкие вот такие вот большие зубчики То, что способствует, чтобы волосы не ломали То, чтобы по ней очень хорошо распределялись маски Расчески, которые я не советую Во-первых, вот такие вот, они пластмассовые Как я сказала, пластмассовые расчески Они не очень полезны для волос Волосы после частого использования Ими становятся ломкими, сухими, безжизненными Поэтому я не советую этим вот расческой Расческие расчески бывают железные Они для создания начеса и для того, чтобы пробор Вот у меня куколка погрызла эту расчесочку Но я ей пользуюсь для того, чтобы сделать пробор Если вы покупаете такую вот металлическую щетку Их тоже не рекомендуют часто использовать Потому что они очень вредят нашим волосам Металлические расчески советуют для создания начеса Или для разделения каких-то предель Но в основном их используют парикмахеры Для домашнего использования не рекомендовала Металлические расчески Вот так я постаралась вам рассказать про те расчески Которые у меня сейчас есть в наличии Конечно же существует очень много видов расчесок И делятся по разным формам и так далее Но я вам рассказала так в общих чертах Чтобы вы хотя бы ориентировались И в следующей части видео В следующей части видео я вам хочу рассказать Про то, как правильно ухаживать за расческой И про то, как правильно расчесывать волос Я желаю вам красивых длинных волос И до скорых встреч!